Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ну, не знаю. Ну, по сути, честно. Не знаю. У Азин. Ты в том, что? У Азин. Нет, у Азин здесь не печал. Это один, да? У Азин, это, конечно, не печал. Нет, это не печал. Вот. Значит, интеграл симптической мерой. Да, прошу прощения. Значит, еще одно условие, что были простые нули. А значит, они изолированные, значит, они конечные скопки, с ним добавить их на обратно. И вот сумма по этим нулям от выражения определенного уже в точке, имеющего вид в степени минус фи-х, на вклад в точке Ко, который приходит из векторного поля. Вот из которого мы начнем и тогда точно сформулировали. Значит, ответ для этой буквы такой, вот явный. Значит, вот вблизи точки Ку, введем координаты, которые мы глимируем фикс Итэ, Ивик Итэ. Значит, и пробегает от единицы до Эн. Такие, что векторное поле в этих координатах приобретает вид суммы по Итэ. Там Итэ. Давайте тоже лучше, видишь, им два пиа-музия. Хи, дэк, вегат, вегат, и, и. И, но наоборот. Дэк, и, дэк, и, дэк. То есть, дат, точная процента развивается в сумму двумерных, в каждом из которых есть окруженность. Это вот такое стандартное вращение. Значит, то, что действие окружности, с учетом этого дворки, отвечает тому, что все эти целые. И давайте выберем координаты так, чтобы они были все положительные. Даже если для ясно, то они строго больше нуля. Ни одно из них не равно нуля, это условие простых нулей. То есть, квалификатор изолированности этих нулей еще. Теперь в этих координатах можно еще добиться, чтобы форма омега имела вид сумма фаи, такой канонический вид Доргун, но, быть может, с каким-то множителем. Вот от множителя мы не можем вообще, говоря, избавиться, потому что у нас ортогональные только остались домены. Да, еще можно сказать, что пусть метрика, ну, впрочем, это, наверное, ну, не знаю. Помните, у нас была, значит, инвариантная метрика на многообразии, которая всегда существует, потому что действие группы, действие компактной группы. И эта метрика, такой вспомогательный инструмент, она в ответ не входит, но вычисление их ее нужно использовать. То есть, вот, и пусть метрика имеет вид, просто, такой, юклидов. Декси в квадрате, декси в квадрате, декси в квадрате. Тогда вот эта буква Е записывается вот в первых этих данных следующим образом. Это произведение по И. Давайте я здесь вот, я в нижней степени, я не буду встречать, но это вы помните, наверное, по-чешнему. Тогда Е это произведение по И, М, П, так все положительные, но еще нужно на знак вот этой лямбе помножить, вот этой лямбе литвий. Если вот те вычисления, которые мы делали, явно пробелы, так и получится. Но давайте я не буду тратить время на это, а я скажу еще два способа, как это проверить. Ну, или один способ точно вот проверяет, а второй как подтверждает. Значит, первый способ, это, конечно, вспомнить, про что я забыл сказать вчера, вспомнить, что вот это выражение словами произносится так, что этот интеграл, если в этом интеграле рассмотреть приближение седловой точки, то, во-первых, ряд теорий возмущений кончается от физических терминов на одной петле, и, во-вторых, ответ точный. То есть интеграл ранен к своему асистатическому как бы вот передвижению. Но действительно, что такое числовая точка? Седловая точка – это там, где производная от функции h равна нулю. Ой, про прощения. Да, это там, где производная от h равна нулю. Значит, для приближения седловой точки, надо будет аттестовать точки Q такие, что... ну, не знаю, ну просто dh в точке Q равна нулю. А что значит dh в точке Q равна нулю? Вот я только смотрел все. Мы помним, что методное поле v и h связаны формулой, что седлка v самер, это dh. Значит, это то же самое, что v равна нулю. Значит, седловые точки – это ровно те, которые мы здесь обсуждали. Теперь, как делается приближение? Мы должны рассмотреть значение подинтегральной функции в этой точке и рассмотреть квадратичное отклонение. Линейных нет, потому что производная равна нулю, а это все квадратично, но нужно взять гаусс-интеграл, и, так сказать, просуммирует с седловыми точками. Ну, давайте опять я не буду это делать, но вот если это проделать, получится ровно же это выражение. Но в рассмотрении, которое я только что сейчас описал, никто не сказал, что это знак равенства. А вот вчерашнее доказательство показывает, что это действительно равенство. Ну, и знак, потому что сигму лямбда там тоже будет видеть. Значит, а второе, так сказать, еще соображение, на что мы рассмотрим. Давайте посмотрим в случае сферы. Здесь m – это двумерная сфера со своей метрикой круглой. Векторное поле – это вращение, значит, вокруг 1 и 7. У этого векторного поля две неподвижные точки. Длино ликудистской листики. Северный и южный полюс. Значит, вклад в правую часть от этих точек, он примерно одинаков. И, так сказать, вот здесь можно как раз посмотреть на знаки. Ну, я не буду сейчас подробно ничего делать. Давайте просто примерно представим себе, как должен выглядеть ответ. Значит, ну, во-первых, что такое... Ну, значит, это будет просто какой-то челк-шланг. Неважно. На самом деле, а что-то у нас хочется раздвигать на констант. Вот это, в общем, не так серьезно. Главное, что, значит, это будет, значит, это будет, значит, 2 степени минус φ h в ноль поделить на φ в первой степени и на какое-то еще, возможно, число, да? с плюсом минус 1. Вот это вот, м университет, да? И во второй точке тоже будет там, есть степени минус φ. Это все можно явно сделать, просто не трачу время. А я хочу сказать вот следующее. Вот давайте посмотрим, что происходит, когда φ стремится к нулю. Это в множестве, может быть, минус 1. Значит, претисты, имеющиеся к нулю, это единица, и, значит, у нас должен там с точностью до n-фактериала быть просто симпатический объем. А может быть, это и правильно сейчас называть, симпатическим объемом, что нужно, что-то я могу сказать. Вот. Значит, симпатический объем. В данном случае, площадь сферы. Но главное, что вот если мы сюда посмотрим, при фисте, имеющиеся к нулю, у меня получается выражение плюс-минус 1. Ну, все, в смысле, я очень не буду писать. При каких условиях при фисте, имеющиеся к нулю, получится невезобразие? Тогда, когда вот здесь вот значения противоположны, и когда там знак минус, да? В общем, вот эти плюс-минусы, да, да? Тогда это будет стремиться на какой-то константе. А иначе просто ничего не дороже. Значит, вот этот знак такой и должен быть. Но этот подпроверяется вот так. Все-таки знак выбирается, чтобы что было. Нет, ну, а неправильно выбирается. Нужно сделать честное вычисление, да? Найти вот такое выражение и подсказать. Но мы заранее представляем, что должно быть. Должно быть выражение, которое имеет хороший прием при фисте, мягче, ческому любому. То есть объем света? Да. То есть знак фиксируется? То есть он фиксируется в относительных знаках. А, это не так. Ну, в принципе, общий, потому что я не сказал, какая ориентация. Я выбираю такую ориентацию, при которой интеграломерной степени положительный. Так, для самой там всех монополончике. Ну, все-таки, если же с отверточкой, то это чисто минное число. Ну, что, на самом деле, степени? Нет, я просто тебе говорю, это нельзя. Почему? Ты не можешь сказать почти любое, значит. У один. Любое комплект. У один с отверточкой, это у один. Это не отвечает параметры, например, за... Ну... Ну, вот у нас на опросе... Я отвечаю, но... Ну, в общем, необязательно. Можно комплектифицировать. Не, ну, видно, что все враги не имеют смысла при любом. Ну, да. Теперь, значит, надо про индекс. Сначала, все-таки, я некоторое время хочу посвятить индексу, не обязательно в контексте транссерциальных литрических операторов. А так вообще, в общем, сталгибраически, чем приятен, приятно такое понятие, как индекс. А вот у нас еще была, значит, в начале вчерашнего дня, вернее, вчерашнего моего расклада, или русский стилистика. Значит, это... Такие вещи, значит, такие понятия возникают в контексте, когда мы имеем дело с дифференциальным комплексом. То есть, когда у нас есть последовательность векторных пространств, занумерованных индексом И, и оператор, который действует из одного в другое, которым мы обращаем буквы D. Ну, скажем, конечно, лучше всего, когда это конечное число, вот, и D удовлетворяется в слове, что две подлинцы двухпоследовательных сверок равна нулю. Значит, это какие-то верхенные пространства, которые могут быть конечными обновлениями и бесконечными обновлениями. Часть понятий, так сказать, общая, но часть операции, конечно, будут отличаться с конечным мерами и бесконечными обновлениями. Пока неважно. Тогда Вчера еще, значит, у нас была такая... Вот, да, просто, да, в этом случае определено понятие когмологии комплекса. От ика, ну, которая не будет повторять, это ядро доит... Ну, ладно, конечно. Ядро доитова. Вот это доитово, это доит-последователь. Ядро доитова поделить на образ Д-минус-ферк. Они одной простанут другом из-за этого условия. И иногда... Да, наша вся эта задача получить какую-то информацию о когмологии, если комплект данный. Вот вчера был пример, когда сразу можно сказать, что все когмологии равны нулю. Это тогда, когда существует оператор гомоторки. Я не помню, если я произнес это название оператора. Значит, когда имеется оператор Дельта, который действует в противоположном направлении, и удовлетворяет условия, что коммутатор, антикоммутатор Дельта равен единице. Тогда, если такой существует, значит, здесь существует такой, тогда следует, что все осуществления равны нулю. Это мы вчера разобрали. Ну, как попытаться построить оператор, который действует в обратном направлении? И потом посмотреть, получилось, что он выдвигает свойства или нет. Самый простой способ – это рассмотреть оператор эрмитово-сопряженный Дельта. Вот пусть теперь у меня некоторое пространство конечномерное. Хотя, в бесконечномерном случае, я аналогично все делаю. Выберем какую-нибудь метрику на каждом пространстве. Да, это все, вроде, комплексные метриками. Ну, или эрмитовую форму, которую я обозначил в обратном направлении на каждом цифре. Тогда у меня определенный оператор, эрмитово-сопряженный Дельт. Обозначим его ДТа-блёздочкой, значит, соединилась к телефону-сопряженной оператору Дельт. Он сразу предправит условию, что Д-двёздочек в квадрате равно миллион. Это здесь не требовалось, но здесь это выполнено. А теперь рассмотрим антикоммутатор. Никто не сказал, что это единица, обозначим это буквой Дельт. Теперь, значит, нетрудно убедиться, что, во-первых, Дельт – это положительный оператор. Это значит, что скалярное произведение, вот если мы возьмем любой вектор, и рассмотрим си из нашего вот этого группированного векторно-процесса, то есть из суммы всех, из любого из них, и рассмотрим си вот такое выражение, то если это равно нулю, это равно нулю, вернее так, это просто больше либо равно нуля. Почему это так? Потому что, вспомним этот, значит, это тогда равняется Си дверка звездочек Си плюс Си дверка звездочек Дэпси. Теперь мы Дельт перебрасываем, заменяем на спряжённое. Получаем, что с первым слаганием стоит Д звездочек Си в квадрате, а здесь стоит квадрат нормы от Дэпси. Поэтому это угольчик бы равно нуля, равняется нулю, тогда как друг оба звуляются. Значит. Выполнено оба условия Дэпси равном и Дэпси равном. Ну, ещё немножко повозившись. Я поздреваю, что многие это знают всё-таки. Мы получаем следующее утверждение, что всё пространство... ...ээээээээээээээээээээээээээээээ... Ну по С emptyстойке, я понимаю просто прямую сумму ссылок. ... Пока в данный момент не в прочёрственность не думаю... Эээээээээээээээээээээээээээээээ的... ...знаищ, ну всё вот, я понимаю просто прямую сумму Фильгтхи. Значит, первое подпространство – это ядро оператора D. Второе подпространство – это образ оператора D. А ещё одно подпространство – это образ оператора D-созвездок. Ну, я не знаю, нужно подробнее говорить, мне кажется, что это не нужно. Это каждый может сообразить. Что отсюда получается? Отсюда получается следующее. Давайте сначала заметим. Представим себе вдруг, что в дельфе, в ведро дельфа равно нулю. То есть дельта обратился. Тогда я вам... Да, ну, еще, конечно, по построению дельта коммутирует с дель и с дельфа-зю. Это в любом случае, без учета, без этого делаем. Вот, значит, если дельфа-дельфа равно нулю, это значит, что дельта обратил, и я могу рассмотреть такой оператор дельта-маленькая, который есть в дельфе-зюбе-зюбе-зюбе-зюбе-зюбе-зюбе-зюбе-зюбе-зюбе-зюбе-зюбе. И этот оператор будет взять роль оператора гомозокии. Правильно? Вот, значит, в этом случае мы получаем ответствие, что к гомологии все равно ныне. Гомология оператора D. Все изучаем на операторе, чтобы остальное, could сказать, помогать. Ну, конечно, к гомологии оператора D поделки то есть так. Теперь... Ну, вообще говоря, конечно, идет отлично от нуля, Но не только убедиться, что имеется изомархизм между кукомологиями, теперь в общем случае, когда они не равны, и ядром оператора дельта. Значит, как отображение устроено? Ядром оператора дельта состоит из замкнутых форм. Когда дельта все равно нулю, то элемент все замкнут и отнуляется дифференциалом дельта. Поэтому он определяет такой классный изомархизм. У меня получается такое изображение. На самом деле это изомархизм, потому что, значит говоря, вектора, лежащие в бедре дельта, дают однозначные представители классных изомархизм. Ну, это можно так и отрицать, что вот если присмотреться, то сумма вот этих вот пространств, это на самом деле ядро оператора дельта. А фактор ядра по образу отдаётся только ядро дельты. Значит, геометрический контекст, когда это используется такой, когда пространства уже будут бесконечно мерные, вот эти цели, например, пространство дифференциальных форм на многовратии. А ты оператор драма. Тогда тоже можно ввести эрмитовую метрику в пространстве форм, просто воспользовавшись какой-нибудь римоновой метрикой на многовратии. Призвольный. Рассмотреть там скалярное предвидение на формах, определить сопряжённый оператор, рассмотреть такое выражение, тогда полученный оператор, это будет дифференциальный оператор второго порядка, называется локусиан. Если его ограничить на ноль форма, это будет стандартный оператор второго класса действительно такое естественное для форм произвольной степени. И тогда формы, которые воспользовывают спонилизатские две, называются гармоническими. Вот. А теперь, как бы, в общем, случится такая ситуация, что похожая на ситуацию с оператором нематопии, но только вот в этом выражении стоит не единица, а оператор имеющий нулевые моды. Но эти нулевые моды как раз описывают как молодые. Вот. Теперь... Теперь вот заметим, что, значит, здесь вот... Это контекст, когда мы определили и попытались изучать группы как молодые. А еще бывает ситуация, когда мы изучаем индекс какого-то оператора. Значит, вот сейчас я отвлекусь от этого, а потом вернусь к этому. Предположим, у меня имеется, опять, два векторных пространства, совершенно сейчас пока абстрактных, и какой-то оператор D, действующий там из одного векторного пространства бюлера. Ну, там просто из... В 0 в 1. Ну, если это кончимерное пространство, то тогда ядро оператора D имеет конечный размер. Вот я ее тут написал. Ну, а с D также можно связать кое-ядро. Кое-ядро... Это по определению... В 1 фактор по образу D. Значит, есть все конечные размеры, но в нем тоже имеется конечная размерность, и мы можем рассмотреть разность. Эта разность называется индекс императора D. Значит, давайте теперь на секунду представим, что мы смотрим на то же самое с точки зрения комплекса. Тогда это можно просто-напросто назвать двухчленом комплекса. Правда? Никакого слайда D в квадрат не нужно, потому что есть только одна стрелка. Есть два члена в комплексе и одна стрелка. Тогда гомологии, отвечающие... Ну, и давайте... Это гомология 0, отвечающая вот этому члену. Это просто ядро оператора D. Потому что никакого образа, никакая стрелка слева не бьет. Значит... Это просто ядро... А... Кое-ядро... Это фактор... Да, какие здесь элементы замки? Просто все. Все варианты состоят из замки, потому что... Следующий оператор, который направо действует... Он нулевой... По определению, да? Значит, фактор по образу... То есть кое-ядро... Это... Когмологии с номером 1. Теперь... Тем самым индекс... Это... В данном случае... Это... Альтернированная сумма... Объятности когмологии. Ну а... В общем случае... Когда комплекс произвольной длины... Мы тоже... Можем ввести такое понятие... Вернее, такое нефть... Альтернированная сумма... Это... Принято назвать... Элированной... Характеристикой... Комплекция... То есть... Индекс... Это частный случай... Индекс... какого-то оператора в частный случай эйлеровой характеристики. Теперь, чем хороша вообще эйлеровая характеристика? Она, например, замечательна тем, что если все консимерно, как я пока что предполагаю, эйлеровую характеристику определенную, как я сказал, можно также записать в следующем видео. Эйлеровая сумма размерности таких пространств с комплекцией. Это вообще очень классно. Известный пример, но может не совсем будет очевидно, что то же самое, это следующее, что если вы рассмотрите какой-нибудь многогранник ну, или все хмели, или просто абстрактный двумерный многогранник, то есть нечто, состоящее из площадок, представляющих собой в нугольнике размерности 2, каждое ребро, соответственно, имеет размер с 1, и еще имеются вершины. Ну и так вот из таких вот штук все сделано. И получается какой-нибудь, значит, замкнутая, ну, не знаю, замкнутая, какой угодно, значит, комбинаторная поверхность. это топологическое пространство, у него имеются там, гомологии и кагомологии. можно, они, конечно, верные, проправленные все. Их, значит, размерки теоретически можно посчитать и вычтить элемент характеристику вот такой формулы. Обозначим вот эту штуку буквы С. Значит, имеется у нас эллиер-акактивистика. Вот способ узнать эту эллиер-активистику это просто написать вот формулу, аналогичная этой, но я не буду подробнее объяснять, но результат такой, что нужно написать пока здесь число вершин это как бы отличается 0 вот в такой картинке минус число рёбер это отличается 1 плюс ну на самом деле скорее всего скорее всего ц2 ц1 ну это уже морочки плюс снова с плюсом число двумерных то есть число как граней это на самом деле скорее всего ц1 это терминная сумма и вот она равна этой эллиер-активистике ну так по-моему хорошо называется формула эллиера вот но есть еще более так сказать утонченный способ аэллиер-активистик имеет дело с такими альтернированными суммами а именно предположим у меня имеется оператор который коммутирует дифференциалом вот пусть у меня имеется какой-нибудь оператор аэллиер-активистик который не меняется темпе и коммутирует дифференциалом тогда этот оператор также действует на пространстве когомологии да поскольку он значит так действуя на пространстве когомологии возначим а-шак-а и я могу рассмотреть знакопеременный след по всем пространствам это который у нас же я не пишу подробно которая обозначена символом supertrace и тогда легко проверить что это то же самое что супер фокус когомологии это то же самое что supertrace по всему пространству ну это кстати пространство называется пространство код цепи да от оператора а рассмотрим частные случаи такого оператора а это я сотрудничаю это регистрация дельта возьму в качестве а оператор б который мы здесь получили дельта дельта и рассмотрим его супер свет по всему пространству по цепи дельта как раньше было так сказать показано это то же самое что супер сверху от гомологии ну а от этого оператора действующего ядро это то же самое что ну взаимно назначится отличается классом гомологии короче говоря оператор дельта обращается в ноль когда мы пытаемся подействовать на гомологии поэтому справа вот это вот на самом деле единица поэтому здесь стоит суперпрейс от единицы на пространстве тем самым просто элеровая характеристика нашего комплекса а здесь стоит не сумма единиц как я говорил раньше а сумма вот так далее это гораздо удобнее в бесконечно мерном случае например в случае если бы мы изучали в качестве пространство дифференциальных форм а в качестве д у нас был бы оператор драма а в качестве д был бы оператор лапласа тогда если безобразие компактное то правая часть имеет смысл потому что все группы гомологии конечномерные здесь состоит конечное число а здесь стоит свет ну альтернированный свет по бесконечно мерному пространство но если это пространство разложить сумму по собственным значениям оператора лапласа на гласком лингообразе оператор лапласа дискрет инспектор и значит вот разложим сумму здесь возьмем свет по собственному суперсвет по собственному пространству а вместо оператор лапласа получится есть минус с лямб поскольку эти собственные значения ведут себя достаточно хорошо чтобы на самом деле вот этот свет всегда всегда сходился но поэтому эта сумма хорошо определена с одной стороны а с другой стороны мы знаем что склад не нулевых мод здесь сокращается и все остается только склад нулевых то есть гармонических ну вы наверное знаете это я хотел поместить напомнить что значит суперприз так определяется вот все пространство с точкой разорвем сумму ц четные и ц нечетные понятно да в смысле вот номер один ц это суперсвет во всех мы разбили на те которые четные номера но с нечетными тогда суперсвет оператора да и предположим оператор степени ноль и нечетные ну в общем то что оператор а переводит четные в четные а нечетные в нечетные скажем просто для простоты что а как было переводит целиком в целиком проще всего тогда суперсвет а это по определению свет а на четных на четной части минус на четной и и вот в этом случае это просто сумма по и минус подразумевает вот в этом символе пространство с собственными значениями лямбами а в каком они циитом лежат в данный момент было неважно единственное что была важна четкость поскольку символ 43 вот никакой связи между собственными значениями здесь не предполагалось но она есть а именно ну почему собственно здесь сокращается вклад который приходит от всех плагаемых с лямбды не равным нулю и остается только с лямбды равным нулю вот эти гармонические нулевые моды с дельтой потому что у нас имеется оператор D который коммутирует с дельтой я это уже стерл да D и D созвезды они коммутируют с дельтой и D и D созвезды ну просто рассмотрим D плюс D созвезды это это этот 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 действует из четных из нечетных и и и обратно и установили заинно однозначное совместное между собственными векторами с собственным значением лямбды здесь какими-то филяндами и какими-то филяндами здесь где подразумевается что это собственный вектор и аналогично для филяндов это вот взаимно однозначно с соответствием собственными векторами не происходит только в одном случае если этот кратер зануляется на действия на собственные но это происходит только при лямбде равном ну как мы знаем потому что вот действительно все собственные подпространства отличающие значения лямбда они имеют одинаковую размерность для четной части и для нечетной части поэтому под вторым лямбда получается ноль то есть вот это выражение при фиксированном лямбде оно обращается в ноль если лямбда не равна ну и остается только сумма по там где я поэтому в бесконечном генетическом контексте вот эта бесконечная сумма сводится но вот этот суперсвет для конкретного оператора теплопласса его можно вычислить другим способом мы получаем в результате некоторое выражение которое равно илерово-постивистике так теперь вот это значит я говорил что илерово-постивистике хороший объект но мы видели что индекс это тоже частный случай илерово-постивистике на самом деле не частный можно сказать а именно способен так же как здесь было когда был оператор D вот был оператор D какой-то определяющий комплекс а мы к нему добавили D тогда мы убедились что ну все-таки я просто тут тут вот вот Теперь у меня есть операторы D-D со звездочкой, которые сейчас вот этим свойством удовлетворяют. Давайте определим, ну я почти это уже сделал. Рассмотрим оператор D, который сумма. И рассмотрим его как оператор, действующий из чётных в нечётные. Тогда вот всё от того, что было сказано, и вы видите, что индекс этого оператора, это Эйлеровая характеристика вот комплекса С. Ну давайте я здесь подчеркну, что комплекса С делался только с помощью для С. А для С. чтобы, так сказать, мы им смогли. Иначе говоря, чаще всего, ну всегда, когда вот можно сделать манипуляции с обитовой мердикой, в качественномерном случае всегда, в качественномерном гипотетической ситуации тоже можно, тогда рассмотрение Эйлеровых характеристики для какого-то комплекса – это просто рассмотрение индексомерского оператора. Поэтому задача про индекс, про Эйлеровых характеристики – это, в общем, одно и то же. Теперь рассмотрим ещё один случай, когда имеется действие группы. Значит, пусть у меня есть какая-то группа, такая, что вот любой элемент этой группы определяет действие на ход цепях. Ци, ну что, ци переводят в ци, прекрасно. И предположим, что это действие коммутирует дифференциалом. Тогда, ну, по G я понимаю, так сказать, одновременный элемент группы и матрицу с соответствующим в этом пространстве. Тогда это вот частный случай того, что здесь было. И можно рассмотреть супертрейс по пространству когмологии оператора D от H от G. То есть это линии прогнозований на когмологиях, индуцированные в действительных цепях. Ну и, конечно, это будет то же самое, что когда сумма по всем цепям оператора D, это, конечно, то же самое. По пространству цепи просто от G. Значит, когда сумма бесконечная, часто мы, так сказать, беспокоимся, сходится она или нет. И, как мы видели, всегда можно сюда дописать, ничего не поменять в левой части, если это не минус S на Лаплас. При условии, что операция Лапласа коммутирует G. А это происходит, ну, например, если эрмитовая форма G. И опять-таки, если эта группа компактная, у нас пока не было никакой эрмитовой формы, но группа компактная. Я сразу найду здесь эрмитовую форму, эрмитовую, простите, на G, и ей воспользуюсь. Ну, значит, вот это такая вот эллеровая характеристика со значениями в характерах группы G. Почему со значениями в характерах группы G? Ну, скажем, если все конечномерно будет считать. Потому что пространство гомологии разбивается на... Ну, пространство гомологии — это просто некоторое представление группы G, да? И мы берем, там, альтернированную сумму следов, то есть этот цвет, то есть альтернированную сумму характеров этих представлений. Характер — это, ну, просто вот цвет матрицы представлений. Если есть группа G, и она действует в векторном пространстве V, и берем произвольный элемент G и рассматриваем его сверху в этом представлении. Я не пишу никаких специальных значков, да? Это функция на группе инвариантное относительно сопряжения. Называется характер группы для этого представления. Значит, поэтому я ничего такого не сказал. Просто название. Однако... Да, эту штуку можно изучать с интересом. И для нее есть еще вот такая запись, когда мы к гомологии не знаем, а вот пишем такую сумму по всему пространству. Вернемся к левой части. Когда у меня исходно все было конечномерно, конечно, и к гомологии конечномерно, и здесь все хорошо подняло. Но иногда бывает так, что, значит, пространство цепей бесконечномерно, и тем не менее пространство гомологии конечномерно, да? Это бывает вот, например, для комплекса драма на компактном наговороде, но еще и других ситуаций. Вот сейчас мы с ним приведем. Сначала рассмотрим случай двухчленного комплекса, то есть просто случай операции ОД. ОД. Но теперь уже есть еще каких-то функциональных процессов. А именно рассмотрим дифференциальный оператор, который действует в пространстве стечения векторного слоения. Значит, здесь подозревается, что у меня имеется многообразие М, как всегда. Е и Е – это два векторных слоения на М. Имеется официальный оператор какого-то порядка, который действует. Ну, какой пример? Вот пример – это оператор локала, действующий на К-формах. Это официальный оператор второго порядка, который действует в течение каких-то вот, так сказать, естественных слоений. Но бывают другие? Например, может, там, что-то построено из-за вариантов производных в какой-нибудь связанности, да? Значит, нам может интересовать задачу про ядро этого оператора. Ну, вообще говоря, и про позе его. Или про ядро сопряженного тоже самое. Да, и, вообще говоря, значит, да, и первое, что нужно отметить, что в некоторых случаях можно гарантировать конечный метр. Вот, теперь, кема компактная, обязательно. То есть, оператор-диратор. Да, участок оператор-диратор. Значит, какие дифференциальные операторы гарантированно имеют конечный метр на ядро? Те, которые называются лептическими. Нет. То есть, если ДА лептический, я сейчас определюсь, что это такой лептический дифференциальный оператор, то размерность его ядра конечная. Ну, и размерность кое-как. Что такое лептический? Это следующая вещь. Нужно рассмотреть символ оператора Д, который получается из оператора... Ну, оператор Д, значит, в локальных координатах имеет вид какие-то коэфференциальные функции. На производные по X с какими-то там номерками в ключе меньшего порядка. Нужно выступить следующим образом. Нужно взять все сиенства с производным старшей степени, то есть то, что называется в порядке оператора, там, и заменить производные на просто символ P. То есть получится, ну, тут A имеет индекс P1, 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 P1. A, P1, P1, P1. А здесь будут стоять буквы P1 и так далее, P1. Значит, как это можно сделать? Понимать, это можно понимать так, что это некоторая функция, но по касательному расстоянию. то есть это определено по касательному нашему многообращенному. Значит, если этот диффициальный оператор действовал на функции, то есть это, там, и GF были просто расстоянием функций, стереальными расстояниями, тогда вот, так скажем, сигму от D будет просто функцией от X и P, то есть функция на ко касательному. Легко проверить, что вот эта, получившись функция, независимо от системы координации. Ну, вернее, она преобразовывается правильно. P тоже должна быть координации. То есть эта функция на ко касательному, она корректно определена, независимо от системы. Значит, в общем случае, когда оператор действовал из расстояния и устояния, тут в локальной записи вот эти буквы A маточные. Значит, здесь получится маточная значная функция. А более инвариантная, это значит, получится так, что если в проекции на M обозначены буквы B, то на M будет расстояние EF. Можно расстояние их поднятия на ко касательное. На сечении EF действовал дифференциальный оператор, а символ определяет уже не дифференциальный, ну, вернее, не дифференциальный оператор нулевого порядка, просто морфизм усвоений. То есть SIGMAZ, ну уж маточные и маточные функции в локальной записи, а в инвариантных терминах это такой морфизм, из этого стоит сюда. Поднятие на ко касательное отвечает тому, что вот здесь зависимость от P. Операция называется элиптическим, если вот это отображение Ротлэйни на самом деле же морфизм. При P не равном 0. Ну, при P равном 0 просто умножить. С примером, это вот оператор ВАПЛАСа на функциях. Оператор ВАПЛАСа на функциях, ну, это вот просто, там, вторые производные, ну, вообще-то на минус, скажем, скажем, по стиметике, да? Соответствующий символ этого оператора будет просто сумма, ну, там, опять минус у меня оказался, P в квадрате, да? P в квадрате. П, что является, не обращается в ноль или по неравному 0. Ну, вот частности, да? Это скорее аналитратор ВАПЛАСа. Значит, вот неостретическая теорема утверждает, что у эллиптических операторов дежурь-бой дров всегда конечномерные. вот я это уже помню здесь. Следовательно, вот для эллиптического оператора определён индекс. И имеется, значит, серьёзная теорема, которая называется терематия Зингера об индексе. Которая выражает индекс эллиптического оператора в терминах топологических свойств вот этих расслаблений. То, что индекс оператора – это топологический вариант. Ну, это, так сказать, можно на эллиптическом уровне понять. Понять сейчас, так сказать, это уже в школе учат. Ну, мы это не будем, может сказать, ладно. А теорема пульс формулирована? Теорема в индексе? Да. Нет? Я путешеал теорема. Да, я тут не знаю. Ну, а в частных случаях все встречали в физике. Это что индекс оператора терактора, значит, ну, рассмотрим оператор терактора, который действует из левых фермионов вправо, ну, и из левых фермионов вправо, да? Я просто не буду никаких там позначений сейчас вводить. Вот. Это пример эллиптического оператора, как вы можете убедиться, потому что… А что там, извини, вот… А что там, вот, извини, вот… А что его символ будет иметь там… Левый… Левый спинор и правый, я считаю. Ага. Потому что его символ будет иметь вот такой вид, то есть это просто запись векторов в спинорном представлении, как спинор с двумя значками, ну, конечно, это не вообще спинор, когда по нервам он будет, да? Значит, он эллиптический. Значит, индекс оператора терактора – это разница, разность между числом левых от левых спиноров и правых. И вот индекс оператора терактора дается такой формулой, если… Давайте для высоты, если на многообразии плоское место, например, в наторе. Если на нём, то есть плоское место. Если не плоское, то просто, значит, более общая формула будет. То есть в таком виде у нас физики, вы считаете. Тогда это то же самое, что… Ну, давайте чрезмерные наговоры. Компактные, да. Ну то. Когда плоская метрика и компактные, ну то. Да, ещё я не сейчас разговаривал. И пусть это ещё не просто оператор терактора, а оператор терактора во внешнем телевровочном поле. Давайте уменьшимся. Выравняем, ну всё, да? Сейчас напишу. А, вот. Значит, и у этого внешнего телевровочного поля имеется напряжённость F-меню, да? Или два формы X на 7-2 кг. Тогда мы можем написать здесь F-мешний F, взять след, взять интеграл по Rm, и поделить, если я не ошибусь, на 8π квадратных. Встречаетесь очень хорошо. Значит, ну, и вот в теорем об индексе в этом частном случае говорит, что X оператор терактора равен вот этому. Это ещё называется инстантонное число, или второй класс черна. вот так. Это пример. Вот. Теперь, вот у нас имелись... Да, значит... Оператор терактора равенящих порочным бойцам. То есть у нас производные варианты. Оператор терактора полный. Не его... Полный, полный. Мы производим войска. Потому что, вibleAndio он же может uno реакция. Ну помню. Остепорт не тут. Да, мы идем на фейнер. А, член без природы здесь приходит. Понятно. Значит, в другом, да, вот я упоминал, что понятия лидерства, понятия лидерства практически одно и то же, ну, почти одно и то же, вот, но понятия лидерства я определил только в случае, когда вот имеется в обычном смысле оператор или звучебный комплекс. Но когда комплекс, состоящий из многих слагаемых странок, можно определить по есть электричности. Вот пусть у меня теперь имеется комплекс производной конечной длины, и оператор теперь это дефицинциальный оператор. То есть, цииты, каждая циитая, пусть это сечение какого-то растворения лидера, между ними действует дефицинциальный оператор в таком порядке. Как было здесь, только теперь их ног. Что значит, такая штука называется элитическим комплексом. Здесь выполнено следующее условие на символы вот сейчас этих операторов. А именно, давайте цес волной И будет означать течение, заслоение поднятого однококасательного. Было в том случае, да? Я думаю, разрешаю зависимость еще дополнительной переменной F. Когда здесь у меня появляется действие символа этого дефицинциального оператора. Легко убедиться, что... Это уже дефицинциальный оператор в любом порядке, или маркет в заслоении. Легко убедиться... Пусть так остается, но мне нужны... Возначим яс волной отбита подъемки вот этого настроения. Мне нужны действия не на глобальных сечениях, а прямо на самом состоянии. В том числе и на глобальных сечениях, конечно, получается. Но лучше так. И это уже маркетизм расслоения, да? Дефицинциальный оператор в любом порядке. Так вот, и по убедиться, что СВД в квадрате равно нуле, это наследуется и в том, что СВД в квадрате равно нуле. Но теперь... Вот эта последовательность расслоения может быть точной или не точной. Точность, это означает, что ядро... Вот, если у СВД в квадрате равно нулю, следует, что ядро СВД в квадрате равно нулю, следует, что ядро СВД содержит образ СВД в квадрате. Как всегда, да? А точность означает, что здесь стоит равенство. Значит... Вот... Е с волной с оператором Сигма точный комплекс, если равенство. То есть все когмологии равны недопустим. Да? Извините, что вы сказали. Уход СВД в квадрате – это расслойение НЛ. И Е – это, Е – это все расслойение НЛ. Что вы говорите за звездочкой? Да, у нас имеется показательный комплекс и проекция на Н, которая обозначена буквой Пи. Расслойение Е живут на Н, а здесь живут Е с волной в экспоненте. Это потому, что символ – это функция Апикс и П. Да. Вот. Значит, если вот этот комплект получился точный, то тогда исходный комплект с дифференциальными операторами называется электрическим. И для него выполняется свойство аналогичное для электрических операторов, а именно, что в сехогомологии вот этого оператора Z, уже дифференциального, все они конечные, конечные мерки. И, соответственно, мы можем вместо индекса рассматривать все электрические стилистики. Ну, как я говорил, это всегда можно в случае перегонять из там сопереженной операторности. Теперь, Какой пример, да? Ну, пример, вот стандартный пример – это комплект с драма. Когда видит это расслоение вот комплект с драма это это отличает в случае, когда видит это это спитая внешняя степень по касательному. И между членами комплекта действует драма с дифференциалом. Тогда это как гомология драма. Вот. А элеровая стилистика этого комплекса равна илеровых стилистике многообразия, по крайней мере. Ну, значит, тут что-то применима значит, теорема Акизингера, она дает разные ответы в разных случаях, и все они носят вот такой характер, что элеровая стилистика такого элерового стилистического комплекса или индекс стилистического оператора, что мы знаем одно и то же, определяется интегралом от каких-то характеристических классов. То есть, такое глобальное глобальное описание, ответ дается вот в таких глобальных темах. Распользуемся теперь вот индексы значениями в характере группы. Вот теперь, как всегда, пусть, помимо другобразия комплекса, каких-то там вот дифференциального комплекса, дифференциалом D, еще имеется действие группы. уже компактная группа, которая вот сохраняет все эти данные. Тогда мы можем рассмотреть вот суперсвет, это называется еще и число депшинства для каждого элемента джин по статусам 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 статусам. Вот это небольшое, так сказать, усложнение, или там, не знаю, деформация, ситуация с реальностью характеристикой. Однако в этом случае сразу появляется возможность гораздо более простых ответов. А именно, как мы уже знаем, эта всегда штука дается, ответ дается такой формулой. Ну, я почти ее произнес, это называется, вот это называется число Левшица, число Левшица для преобразования G, а равенство называется формулой Левшицы, по-самому мотиву. Значит, опять, предположение изолированных неподвижных точек – изолированные неподвижные точки. значит, сумма по неподвижным точкам таких вкладок. В знаменателе стоит детерминат единица, единица минус G, действующего в касательном пространстве, прямо в точке Q. А в числителе стоит суперсвет G, который мы вычисляем в членах этого комплекса. В этом будет сечение расслоения сейта и рассчение расслоения единицы. Рассмотрим расслоение единицы в точке Q. Поскольку G действует на всех данных, значит, G как-то действует на… Н, это сказка, согласованно действует на расслоениях, которые участвуют, коммутируют с дифференциалом, то тогда в неподвижной точке элемент G, в неподвижной точке M, элемент G генерирует какие-то линейные преобразования слоев над этой точкой, которые я обозначил буквой Е. Так же, как вот здесь, вы знаете, как мы уже обсуждали, в неподвижной точке G генерирует линейное преобразование касательного пространства этой точки, и так же и для других условий. Так вот здесь у нас будет суперсвет по всем этим Е куб от действия G. И это у нас, по сути дела, уже было. Вот хочу заметить, что так вот хорошо получается. — Так как сравнить с призывающей теоремой? — Нет, так сразу не сравнишь. Вот я, как рассказал, подчеркнусь разницу, что в случае просто Эйлеровых физики, или там просто индекс, теорема об индексах, типичный ответ — это вот такой вот, ну, то есть типичный — это вот любимый ответ. А вот здесь опять же другого характера, здесь наоборот. Похожая вещь записывается в терминах локальных дамок неподвижных точках. Хочу заметить, что сюда нельзя поставить все равные единицы, потому что тогда условия изолированных неподвижных точек нарушаются. — А же это матрица в слоях, которая действует? — Вот здесь это матрица в слоях. Здесь это преобразование, которое действует именно с точки многообразия и на слои, на слои согласованных. И еще гомантирует дифференциалом. Ну, например, вот комплект Беран берем. В качестве Ж берем произвольный диффеоморфизм вообще. Практически вот одного элемента. Неважно, какая-то группа. Это мы когда-то обсуждали, да? Вот. Теперь. И это вот верно для элитического комплекта. Еще раз. Многообразия компактная группа. Ну, в общем, здесь не нужна компактная группа. Вот для этого утверждения не нужна. Просто для любого преобразования многообразия, которое действует в расслойении, ну, которое вот действует в этом комплекте. — Ну, он будет конечным, может быть, да, правильно? — Что должно быть? — Ну, может быть, вовремя тоже. — Это градируется тем, что они изолированные, и многообразие компактное. — А сейчас это вообще важно, что это ЖС-группа или просто... — Неважно, просто любое представление. Вчера мы так-то говорили. — А если ЖС-группа, то тем самым как функция ЖС-группа, левая часть — это некая функция на группе. — Ага. — Сколько еще? — Просто полезно такое встречать. И сейчас вот без того, к чему мы стремимся за последние 10 минут... — Если вы на прогнозы ставите, в форме на 12 группах, то есть ли мы обыдываем, а ли мы обыдываем? — Нет-нет-нет, ее можно заказывать не использовать. И так нужно. Ну, не исключено, я не знаю. Но не исключено, что у этой величины есть также вот подобное описание. Я просто его не знаю. — Скорее, когда особенно изолированные эти две... — Это нет. Это правильно. Это такой раз есть. Но даже когда изолированные, это не запрещает, что у этой штуки есть вот ответ терминских галков всего многобратия. Я даже не знаю, как бы я попытался его найти. Как мы делали вот в те времена без термотектора. Нужно воспринимать это как... — Вот это мы доказали, скажем уже, да? — Тогда нужно воспринимать это как нулевую компоненту какой-нибудь эквариантно-запустой формы. Попытаться найти вот эту эквариантно-запустой форму, у которой какая-нибудь компонента. Вот этот числитель, скорее, да? И тогда интеграл от нее по всему многобратию будет как раз равен этому и тем самым этому. Я считаю, что это можно. Нет? — Нет. Я уже не понял. Наверное, что это такое. — Ну, нет. — А вопрос. — Вот еще раз. Если есть... — Это какой-то неподвижный точек. — Ну, давайте пусть же это будет экспонент от векторного поля для простоты, да? Ну, даже для речи. Может быть, даже только в этом случае. Вот. Тогда... Ну, знаменатель — это практически то, что создают знаменатели при локализации вариантов гомородки, да? То есть... Еще раз напомню, что это... Что такое вариантов гомородки? Вот у меня есть форма ν, варианта заснутая, да? Теперь это хи, да? Значит, для фи ν равняется нулю. И это вариантов гомородки. А ν состоит из многих компонентов. Да? Значит, ν от 0 до старших. И утверждение в том, что если у векторного поля простои нули, изолированные там все, то я сказал, что от ν по сумму мегабратию это сумма по нулям векторного поля, где здесь состоит... Ну, это вот так, кстати. Не ноль в точке Q, а знаменатель... Вот это вот склад векторного поля, да? Где Q от векторного поля. Это вот, это... Вы так практически вчера... Да, да, да. Вчерочнее обсуждение и сегодня-сегодня... Напоминал это все, да. Вот я хочу сказать, что это практически то же самое, что здесь, когда жизнь экспонент ответов. Я тебе не могу сказать, у нас есть неное сей секунд, а ты что неное практически? Угарять нужно! Нет, я угарить, а? Не, я не знаю, я не убегаю, я говорю, что просто мне кажется, что надо было бы так попробовать, но может быть он... Я уверен, что тоже уже попробовали, и либо это так, либо не так. В общем, если действует группа, и мы говорим про комплект, который, скажем, из оператора Тирака сделан, или оператора Тальбот, то вот то, что там в знаменателе стоит, это пейлук джинус или пластоды. И при локализации, ну, в классе Тоды есть числитель, который как плацелера, и знаменатель, который... Вот плацелера сокращается с единицы на плацелера, неподвижную точку, получается как-то... Сейчас, но это для... для этого самого... Для Тирака, например. Для Тирака или для Дальбот, для комплекса с характером Тирака или с характером Дальбот. Ну, то есть, получаем для эквавариантного индекса такой ответ и в виде интеграла, и в виде... Да, ну, вот, вот, я же говорил, я же говорил. Нет, ну, это не доказывается... Нет, ну, это не доказывается... Нет, ну, это не доказывается... Да, да, да. Такого, как я понимаю. Нет, ну, для того, чтобы... Это помола ненавидительно доказывает, в том же... В этом смысле, можно интегральную вот такую запись восстановить под ним. А какой интересный доказывается? А вот сейчас прозвучит. Ну, на идейном уровне. В принципе... Вы как раз... Ты можешь и оставить другого... Не-не-не, это как раз готовое. Это вот у... Что, что, если такие вот написаны, то, то есть... Давайте все это вот, да? Что? Не-не, все хорошо, давайте все... Да. Подпоим, и все... То есть, выводим, и все будет. Значит... Значит... Вот мы хотим вот такой суперсред вычислить, да? Так как мы помним, для этого можно рассмотреть суперсред... От действия этого элемента группы... По чему пространству цепи, которая теперь бесконечно мерная, да? Ну и чтобы не беспокоиться, еще нужно взять E в степени минус S оператора Ла-класса. Вот здесь опасность группы нужна, потому что я хочу оператор Ла-класса, который нулент относительно действия группы. И рассмотреть потом предел при ястремеющейся к нулю. Нет, это никак не обошлось. Сейчас, как я должен... Это... Ну ладно. На, ну не будем. Значит, суперсредство к гомологии в МАДЖЕ, это вот равен этому. Теперь, как здесь полагается действие? Здесь полагается так действовать, что для этого оператора нужно писать интегральное ядро, какой-то К от X к X-трих. Вот пресс, там, отличие от нуля. Минус 2. А, нет, это все вместе. Это все вместе. Вот. Когда след, ну вот, суперсред, это аэропортированная сумма с ядро, да? Каждый след оператора... Давайте сейчас немножко обставку скажем. Вот пусть был оператор К со шляпкой, у которого имелось интегральное ядро. То есть его действие на каких-то там функциях, или сечении слоения, описывалось вот интегрированием с этим ядром, да? Я не говорю о том. Когда цвет этого оператора равен интегралу по X, там, в какой-то размере еще, как совпадающей точке. Конечно, это не всегда помино для любых операторов. Для них только помино. В общем, здесь нужно так распоряться, немножко поманипулировать, я не описываю это, это немножко, чтобы была бы другая тема. Там... Не буду сейчас. В общем, это можно свести к ситуации, после нескольких манипуляций, оператору, у которого есть ядро, и оно гладкое, то есть не сингулярное соподачи в точках, и интеграл конечный. А потом для этого нужно вот этот оператор X дополнительно там, ну, что-то сделать. Вот. Но я сейчас хочу сказать про другое. Представим себе, что вот как-то так, на юристическом уровне. По идее, когда я снимется к нулю, я должен получить ядро оператора, отличающего преобразование G. А что такое преобразование G? Как оно действует на функции? G переводит, значит, вот какую-нибудь функцию в другую функцию с значком G, которая равняется просто... ...которое значение X, это F, там, скажем, ну, по GX, скажем. Так? Как это записать в интеграгменте? Это значит, что F преобразованное от... Есть интеграл дельта функции G, применённый к X, минус X, ну, это как мы обозначаем, X-тих, это X-тих, D-тих, правильно? Значит, цвет такого оператора на пространстве функции, трейс оператора G на пространстве функции. Это интеграл по X, дельта от G-тих, минус X, правильно? Значит, если уже изолированы неподвижные точки, это сумма по неподвижным точкам, но только сумма не единиц, а сумма ровно такая... Сумма, значит, по неподвижным точкам единицу на деперминат единицы минус G, действующий в касательном. То есть это, на самом деле, G в касательном, это то же самое, что... это равняется массе 3 кольца G по 3X. Я просто не знаю, что она значит. Вот. То есть то, что мы не всегда имели. Вот так она и заказывается, в общем. Но чтобы это сделать снижающим, закрывается, нам нужно полониться, как говорят. Вот так все получится. Но идея гораздо проще, чем вот здесь, понимаете? Сразу просто. Вот. Я понимаю, что фото геометрия. Вчера для чего было? Врача формула... Окна оказалась. Да, вот я ее доказал. Вот я ее доказал сейчас. Так, значит, а была формула ревча сентября, 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 сентября. Да, для любого я доказал. Это было вчера. Да. Сегодня мы пришли в «Дестормах Кефман», а потом, значит... Но, если выборка Кефман, это просто домашнее задание я выполнял. Ну, конечно, не было. Потом забыли в «Дестормах Кефман». Вот я вам даже сказать, какая рубежность. Вы не так, чтобы мы влетали в сентября? Я же и обещал сначала, что я все свалю в кучу, не знаю. А если как бы разбирали? Ну, смотрите, вся римля «Дестормах Кефман» там способ отрубления. Ну, потому что вот есть еще вот этот вот, вот теоретические форматы Херсмана, не буквально вот с экспонента Меттениана, а вот просто в локализации вариантов гомологии, что интеграл от старшего, старшего понятия равен значению суммы по неподвижным точкам от мальчика. Вот здесь, в принципе, это тоже есть, когда это все вольно превращается. Но в таком смысле я это еще хочу ничего сказать. Я хочу подчеркнуть, что вот когда мы теорию дистрагмата Херсмана и пишем интеграл от век степени, можно я тут все так скажу, не Финикшу, SH, там, Омежу-М, то вот точка S равно 0 очень выделенная. Вот вообще свойства дифференциалов ДС, они, скажем, гомология дифференциала ДС при всех R отличных от нуля, они одно и то же размер, ну, по сути дела, одно и то же. А при основном они резко меняются. И здесь тоже, в принципе, в таком характере ситуация, что вот этот суперцвет от нереального элемента группы, от нереального преобразования многобразии легко посчитать. А от единицы, то есть, я говорю, здесь трудно. Вот, ну, не знаю, я хотел от этого забрать снимать. Так. Так. А для этого, если вы не университетного класса, то вы не так же интеграл вы используете? Где? Вот здесь? Да. Ну, я хочу заметить, что в этом рассуждении, если вот так писать, то оператор вообще пропал. Или там, или психический комплекс. А ответ, тем не менее, звучит. Ну, может быть, да, вы можете на самом деле правы, может быть, и не пропал. Вся эта оператор на нем, на самом деле, содержится в таких рассловениях. Да. Здесь, в частности, когда действует на функцию, если будет действовать рассловение, то есть, конечно, будет еще, так сказать, стоять в матерце самого G, да, вот здесь еще перед всем. Теперь я... Теперь я... Ее... Тожественную шляпку обозначу. Теперь... Со множествами здесь, да? Вот. Ее тоже могу свет брать. Ну, я не думаю, что... На физическом уровне тут не придерешься, а... Так я не думаю, что это все-таки правильный способ доказывать математическую теорему. Не увидеть. Да? Да? А вот все-таки, если еще хочется к G-1, то есть, там, понятно, что первая специальность будет цивилизация, но дальше там будет интеграла, прибежные... Сейчас про что мы говорим? Да. Да. Вот здесь... Если что? Если же равно единице? Ну да, когда это случай... И, эээ... А в случае, когда же неделиарная, тогда есть шестующий способ, когда мы сломим небольшой результатик. Есть то, что вы сказали, по-прежнему можно делать. Но можно еще небольшой результатик. Так. Значит, теперь... Что, во всяком случае, с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что у нас обменена такая величина, вот называется эквивариантный индекс, который представляет из себя функцию на группе, да? То есть, вот здесь, когда все эти данные, там, скажем, оператор D, группа, которая все сохраняет, значит, у нас имеется индекс оператора D, который еще зависит от элемента группы G. И это просто функция направления сопряженности группы, или тем самым можно сказать, что это, эээ... Ну, просто лежит в конце характера. Который мы обозначим R и R. То есть, это просто... Ну, по-разному можно, значит, смотреть. Например, это можно считать... Давайте я лучше для случая... Ну, нет, ну, сейчас возьму. Значит, это можно представлять, например, кольцо некоторых определенных функций на группе и на вариантах относительно сопряжения, а именно тех, которые представляют из себя конечные линейные комбинации характеров неприводимых представлений. Вот. А можно представить себе так, что это просто кольцо, которое поражено... Еще называют кольцо представлений. Кольцо, которое порождено там неприводимыми представлениями группы, их, значит, формальными линейными комбинациями, и там их можно перемножать и все такое. Вот. Например, если группа G — это окружность, U1, тогда элемент этой группы будем обозначать буквой T и представлять себе это как комплексное число по модулю равное единице. Ну, а, в принципе, можно просто как комплексное число... Все выражения можно аналитически продолжать, в принципе. Ну, пока нет, не можно писать. Вот. Тогда вот это кольцо — это просто представляет из себя полиномы Ларана, то есть полиномы Атсерико-Венспиры. И это утверждение только в связи от того, что чейный вариант относится сопряжение, и вот там все было конечномерное. Поэтому там конечное число встретится в маномах разных степеней T и разных степеней T. Вот это понятно, что сказали, или сказать подробнее? Вот, посмотрите, если V — это верхнее пространство представления группы U1, тогда V развивается в сумму конечномерное. V развивается в сумму неприводимых представлений. Неприводимые представления — это просто одномерные. где каждая V и T — это просто экземпляция, а группа действует на этом V и T умножением на T в степени M и T, для какого-то там M. Ну а трейс элемента группы, то есть трейс G — это просто сумма T, M и T вот по всей I. Тейс по пространству V от элемента группы. Вот так, да? А T изменяет, а не так. Но здесь T как комплексное число, а здесь как элемент группы. Представление. Поэтому здесь вот M можно будет положить на отрицательный, вот поэтому будет такой поленом от T и T в М сперте. Вот. Хорошо. Теперь рассмотрим пример. Когда вот такой вот эквариантный индекс мы можем вычислить. Мы его можем вычислить, потому что у нас вот есть формула ветости. Да, опять я. Надо что-то делать. Так, всегда. Сколько тебе нужно времени? На самом деле вот про самое главное я гораздо хуже могу сказать. Я там не всё понял. Вот. Поэтому я вот вычислить пшшшшш. Нет. Давай сколько-то я веду. Давай я пространствую. Говоришь? Что делать? Давай. Скажи сколько тебе надо? Я всё контролирую. Хорошо. Ну 15. Ого. Мало? Нет. Это нужно право поставить. Ну, извините, да. Вот. Знаете, как можно в случае двумерной сферы, с канарем это двумерная сфера. Ну и даже лучше представлять тебе это как ЦП1. Наш любимое векторное поле, которое отвечает вращению вокруг оси. Тогда мы помним, что вот этот индекс… Извини, можно я делаю? Я делаю время. Да, да. Получается, мне надо убежать. Значит, вот позвонил Горский и готов. И я ему сказал, что есть заинтересованные встречи с ним люди, и он приводит сюда примерно половину седьмого. Честь минут? Да. Не знаю. И у него будет не очень много времени, он говорит, что… То есть, вы взяли в зубы точек? Отлично. Вы взяли в зубы точек. Значит, рассматриваем эквивалентный индекс для оператора без чертой. Мы это уже делали вчера, и получили ответ, значит, в потяне левство, это сумма по неподвижным точкам нашего векторного поля, или, вернее, нашего преобразования, просто прощения, от единицы минус… Ой, единиц выделительного детермината единицы минус… Вот это… ДЖ по ДЗ. Я надеюсь, понятно, что имеется в виду. Чему это равняется выражение? Когда… Ж – это вращение. Значит, это… Мы обсуждаем действие элемента группы в касательном пространстве к неподвижной точке. Ну, в одном полисе, векторное поле, там… Значит, у нас имеется две точки – ку-0 и ку-бесконечность. И в зависимости от значений, в одной точке группа действует умножением на t, а в другом – умножением на t-1, да? Поэтому ответ – это сумма двух катисполяемых. Единица минус t плюс единица поделить на единица минус t минус 1. Согласны? Ну, и кто гадает, значит, чему это равняется? Ну, я ранее написал, надо было ранее спросить. Значит, ну, это сравняет минус единица минус t минус t, минус t поделить на единица минус t, оно единица, правильно? Согласуется с чем-нибудь или нет? Вот позвольте на левую часть. Что это такое? По нашему… по всем этим отделениям, которые мы долго обсуждали, – это супертрейс G, действующего в когмологии операторов до исчерстой. Правильно? Какие когмологии операторов до исчерстой? Никакие почти. Только нольмерные, правильно? Это одномерное пространство, значит, вместо h0, вот это вот здесь чистое, которое c просто, а h1 и остальные равны нулю. Ну, те, которые больше размерности, здесь более равны нулю. Элемент группы G здесь не действует только здесь ноль, а здесь не действует, потому что это действие на константы, на постоянные функции, да, никак не действует. Поэтому это и должно было равняться единице. Вот мы проверили, что это равняется, правильно? Значит, здесь есть такое получительное обстоятельство. Вот мы получили единицу, это функция нагрузчая, да, а именно вот лежит в характере звука. Ну, это реальный случай, но тем не менее. А вот давайте посмотрим на каждое слагаемое, которое приходит из одной точки и из другой точки. Каждая слагаемая в отдельности не является хорошей функцией нагрузки, потому что она имеет особенность при терранной единице. Да? Она не относится вот к этому самому кольцу полиному флорана, трексумма. Вот. И это то, что, так сказать, приходится изучать, когда мы обобщаем науку на случай не просто эллиптических операторов, а ослабляемые условия эллиптичности. Сейчас я, значит, ослабленное условие эллиптичности произнесу, потом еще что-то произнесу, но у вас, ясно, чего-нибудь не будет. Да, вот, где-нибудь Василий Павлович. Значит, предлагается вместо просто эллиптических операторов выключать операторов, которые не являются эллиптическими, но являются трексуально эллиптическими. Сейчас скажу, что это значит. Тексуально эллиптическими. А то, что у нас тут только будет... Слышите, сейчас. Пролемопад будет выйти в номинаре. Да. Вот такие. То есть в номинаре, типа компакция. Да. 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 Эллиптичности тоже. То есть в угол. Эллиптичности. На компактном мегабраде. На компактном мегабраде. А там, в котором сочинены? Не делать хорошая эллиптика на компактном мегабраде? Ну, там, по сути, дело в том числе мы имеем дело с компактным, хотя там, ну, как, в таком немножко и изощренном смысле слова, но, в общем, по сути, дело тоже компактное, но операторы другие, не эллиптические. Поэтому... Нет. Поэтому там... Поэтому там... Поэтому это вражение там не будет, ээээ... вот этим, пленом Агларана. Ну, партия-то, передается, фиангует сокращенно. Да? Скоро. 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 Эээ... Ой, не забрать ее. И в каждой точке там, эээ... имеется орбита, которая проходит через эту точку, и у этой орбиты тоже имеется касательное пространство, которое подпространство есть, да? Т, Эээ... точки В, к орбите, ОП, да? Имеется ко-касательное, и имеется в нем подпространство, которое аннулирует вот это подпространство. То есть, это ко-векторы, свертка которых с касательными векторами с подпространства дает ноль. Оно обозначается вот так. в точке Т, Т, в точке В, взятая, Указывается группа. Называется, ээ... трансферсиальным по касателям. Это еще раз. Где здесь группы? Значит... Взяли многообразие на нем действует группы. Через каждую точку проходит орбиту. В орбите есть касательное пространство. Это подпространство во всем. Да. Понятно. По касателям, то, что имеет смысл трансферсали к этому, легче все определить, как ко-векторы, которые обнуляются на генераторах вот этого действия группы. Значит, вот эти связаны вот с ортогональностью. М? Ну, вот это. Вот, вот это. Смотрят так? Нет, квадратно. И это, к сожалению, уже обозначено, да. Вот. Значит, теперь... Пусть у меня имеется дезинфициальный оператор, который там действует, как насечение и расслоение. У него имеется символ, который понимается на тета-звездочных систем, да. А его можно ограничить на подраслоение, которое, ну, тем самым... Мы это расстояние применяем, как процанское расслоение, да. Как... Нет, это новое мегабразие, процанское расстояние. У него есть подмегабразие, которое вот это вот... Трансферсальное торбидомо. Вот ограничим сигма вот на это. И если после этого ограничения сигма изоморфизм, то D называется трансферсально-гелетическим. Значит, гелетичность была, это просто вот какая-то невыраженная... Вот скажем, для операторов второго порядка, эти невыраженные в квадратичной форме определявшие старые производные. Здесь нужно просто учесть только направления трансферсальные к орбиту. Вот. Значит, какие свойства... Уже неверно для таких графов, что ядро и коядро конечно верны. Они не елитические, и это неверно. Но верно следующее, что если рассмотреть, тем не менее, это ядро, ну и коядро аналогично... Вот D предполагается трансферсально-гелетическим. Расложим ядро. Поскольку... Да. Ну тут, наверное, нужно было сразу же считать, что D инвариантнее относительно действия группы. Сохраняет оператор, то это ядро раскладывается на неприводимые представления... Ну, группа действий на ядре, и ядро можно расположить в сумму неприводимых представлений. Обозначим их там К и Т. Значит, для G в видеокрутность... Каждая К и Т – это просто одномерная. То есть есть Т с каким-то эмбитным действием. Но количество этих слогами вообще говоря бесконечное. Единственное, что верно, это верно и для нашего примера, и верно в общем случае, что кратности неприводимых представлений конечны. Вот в этом случае это означает, что одно и то же эмбитное встречается конечное число раз. Как это сказать... А, не, ну вот как я сказал, пусть... Значит, вот каиты... Давайте я развожу не на неприводимые, а на весовые. Каиты будет обозначать то подпространство, где группа действует с умножением на Т в степени эмбитая. И все эмбитые различные. Вот я развожусь на... Так, это из-за типичности, что мне надо назвать? Вот. Тогда утверждается вот, что эмбит такая сумма конечная. Только конечное число разных представлений. Для наших группах. Конечное кратности не приводимых представлений. Размерность... Сейчас, я только... Сейчас, смотрите. Наоборот... Спросите, если о том заразном. Наоборот, это бесконечная сумма. А вот размерность конечного... Размерность конечного конечная. Вот что важно. Вот. Количество разных представлений – это бесконечное. Значит, поэтому, тем не менее, можно как бы с этим иметь дело, но теперь, если я попытаюсь рассмотреть вот индекс такого оператора как функцию на группе, вот как функцию от Т, это уже не будет функция гидрополином Глорана. Страшность как мне относиться? Относиться следует как к обобщенной функции. Значит, на практике эта штука лежит в пространстве двойственном к таким функциям на группе. Обозначим это двойственное пространство D' для нашей группы Ж. Пространство волчонных функций. Вот в этом случае это просто, правильно я скажу, любые формальные ряды, любые ряды просто по положительным и отрицательным степеньям Т. Возьмем просто пример. Значит, если Фи от Т, ну, в частности, и такие тоже находятся, да, это в частном случае. Это содержит в себе вот эта карта. Ну и, например, если Фи от Т имеет вид просто суммы по Т степени N от минус бесконечности до плюс бесконечности. Что такое эта обобщенная функция? Это просто дельта функция от единичной минус бесконечности. Потому что если, значит, правильно, нужно прийти спаривание вот этих обобщенных функций с исходными, с основными функциями. Спаривание это просто нужно взять отсюда R, скажем, отсюда Фи, взять Фи на R, ДТ на T и проинтегрировать подружность. То есть там, через вычисление. Тогда вот спаривание с такой функцией для этой штаны будет то же самое, что значение ее единицы. Вот для такой конкретный Фи ответ будет вверх от единицы. Значит, в случае с трансверсальной элитической оператором приходится иметь дело с понятием индексы, который принимает значение не в характерах, а в обобщенной функциях в самой группе. И как вычисляется? Вот тут я, к сожалению, извините вам, что хорошее не скажу. То есть я не удобрался. Значит, здесь имеются опять изолированные неподвижные точки, имеется такой вот оператор цирсально-элитический. Итак, давайте я приведу типичный пример цирсально-элитического оператора, который имеется вот в статье нашего лектора. Вот рассмотрим на ТП1, оператор Д, такого вида, что, ну так вот, я не знаю, или я позначение не понял, но я посмотрю. Если что-то титом на 4-я написал, я не знаю, но я не знаю, что. Бесчер тунь плюс синус квадрат с титом на 4-я. Да, да, отлично. Где θ, это, значит, когда я сферу пронизирую углом φ и θ, θ у меня просьба бегает от нуля до π. Значит, экватор отвечает и пополам. А, да, начали. Всё правильно было. Чуть ищи. Сомнётся. Вот. Значит, откуда же такой оператор? Вот, значит, когда θ близко к нулю, вот этот нет маленький, а этот большой. То есть оператор почти как оператор d чертой. То есть вот вот здесь d – это примерно оператор d чертой. А при θ равном π, наоборот, d примерно как оператор d черты. А по середине… и стал бы диетический, да? Здесь вот один диетический оператор, здесь другой. А вот по середине, там, где θ пополам равняется π и 4, cos и sin равны, d – это просто… ну, то есть за множество, d чертой плюс d. d чертой плюс d – это, ну, если d – это так, x плюс y, да? Здесь написано просто, там, dpdx или, наоборот. Смотрите. Отлично, получается. Скорее, dpdx в идеальном направлении. Да. Да, 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 да. dpdx, так да? Вот. И это совершенно не диетический, правильно? Но в этой записи как раз мы видим, что он трансверсален орбитом. Значит, dpdx – это в полярных координатах. Это меридиальное направление. А орбита группы – это по правиле. То есть он трансверсален… направление трансверсальным орбитом, он не выраживает. Понятно, что я имею в виду, да? Значит, это действительно оператор, который трансверсально-эритический. Вот. Значит, здесь выяснилось, что в виде неподвижных точек нашего преобразования, вот, вращения на лбу филии, в термин комплектные координаты, вращения на t. Оператор теоретический, но разного типа, с одной и с другой стороны. Значит, ну, и в силуе этой научи, которую вот я не освоил, значит, говорится так, что нужно посчитать вклад от каждой неподвижной точки примерно по тем же правилам, как мы делали до сих пор. Ну, например, там, где оператор имеет вид d с чертой, значит, ну, там, с точки зрения замены t на t-1, будет такой вот вклад. Единица минус 5 минус 1. А на другой точке там какой-то другой, сейчас не упоминаю такой. Значит, однако эта величина не является даже обобщенной функцией, да? Точнее говоря, на нее, с этой штукой, на нее похожи две обобщенные функции. А? Что это? Ну, я имею в виду, что если мы напишем пробную функцию здесь, да? dt на t, то у нас не всегда так изменен ответ, да? И это мы знаем из учебников физики. У нас там обычно такая формула есть, что единица на z плюс минус и епсилон, да, вот такие вот есть. Давайте в таком виде видим, что плюс и епсилон, минус единица на z минус и епсилон, это, типа, там, два пида из функции, да? То есть уже однако. Вот. Вот здесь то же самое используется. Значит, ну, формально говоря, так, подробнее говоря, следующее. Вот, можно разложить, значит, по большим и малым тем. И тогда получится следующее выражение. Это просто для определения, как бы, вот этого еще плохо определенной величины. Почему нельзя двинуть? Почему нельзя двинуть? Нет, просто вот, ну, вывести, там, земля. Зачем? Нет, ну, сейчас. Первое, значит, что? Четырех. А? Пол, без конечной ряды. Там ряд полностью, а здесь будет пол, без конечной. Ну, это можно сделать в виде ряда, в виде ряда, в виде способами. А, ну, да. Это будут две разные обобщенные функции. Я вот сейчас с этой идеей узнаю. Да, чтобы просто этот сингл, он еще недостаточно... Действительно. Но с ним можно отстреливать две разные обобщенные функции, которые друг от друга будут отличаться над эти функции. В подобном, как здесь. Все, секунду, я потерял. А, вот. Значит... Значит, во-первых, можно разложить по положительным степеням Т. Это будет вот такая сумма. А можно разложить по... Вот такая величина обозначается символом плюсик. Здесь. Это вот типа плюс или минус и это. Да? А другой способ разложения. И тогда полученная обобщенная функция, мы обозначим символом минус. Это будет сумма по отрицательным минусом. Это будет сумма по отрицательным минусом. От минус бесконечности. От минус бесконечности. От плюс бесконечности. Что есть минус 2 пи, это функция от минус бесконечности. Поэтому, значит, когда мы вычисляем вариантный индекс для таких операторов, которые не являются теоретическими, а только теоретическими, ответ мы хотим получить в виде обобщенной функции от Т. И вкладка при неподвижной точке, мы можем взять такой, а можем такой. Если мы не интересуемся, как бы, ответом... Ну, ответ — это обобщенной функции. Общенной функции бывают типа третьей функции, а бывают типа другие. Вот. Если нас будем пренебрегать членами в ответе такого типа, то все равно какое-то выбрать. А, и получится ответ вот, что блюстили, как форма улевшихся, но с обобщенными функциями. Но, чего я не понял, что есть какой-то способ правильно взять. И вот это я в институте не разобрал. И тогда получится правильный ответ уже с учетом ТМД. Всё. Пора браться. Спасибо. Спасибо.